Здравствуйте и добро пожаловать в Институт подросткового служения. Когда подростки думают о группе, обычно первый вопрос, который их интересует, не «что мы будем делать», а «кто там будет». Отношения очень важны для них. Сегодня мы рассмотрим четвертую основу подросткового служения – взаимоотношения. Меня зовут Джон Герриг. Это видео – одно из серий о шести основах, о фундаменте подросткового служения. Все это первый этап плана Максима. На сайте ИПСа конспекты, дополнительный материал к этому видео, а также ссылки на другие видео из этой серии. Шесть основ можно запомнить с помощью окрастика «Символ». С – слово, И – Иисус, М – молитва, В – взаимоотношения, О – образ группы и Л – любовь. Движение тоже помогает запомнить эти основы. Слово – руки в месте, как книга. Иисус касается палцем, ладоной. Это как гвозди в руках Иисуса. И молитва – руки, сложенные в молитве. Сегодня мы добавим четвертую основу подросткового служения – заботливые взаимоотношения. И у нас появятся новые движения. Протяните руки к тем, кто справа и слева от вас. Если рядом с вами никого нет, просто представьте, что они есть. Конечно, мы не сможем построить близкие отношения с каждым подростком в нашей группе. Но будет несколько, возможно, два или три подростка, с которыми вполне реально завязать искренние отношения. Мы проявляем любовь ко всем. Мы не выбираем себе любимчиков. Но с некоторыми ребятами нам действительно легко найти общий язык. Почему отношения так важны? Впервые подростки видят нагладный пример христианской жизни. Много лет назад несколько подростков помогали мне делать ремонт дома. Я помню, как однажды я случайно попал молотком по палцу. Подростка, который был рядом, увидел мою реакцию. Я не ругался, как это часто делают. Ребята видят, как христианский живет вне церкви, своей семейной жизни, занимаясь делами, на досуге и когда он причиняет себе бол. Особенно для подростков и семейных верующих это очень важно. Также интерес взрослого к подростку говорит ему, что он важен. Он чего-то стоит. И подростки, как и большинство людей, больше доверяют хорошо знакомым людям, чем незнакомым. Они будут более открыты для наставника и Слова Божьего. Как Иисус строил отношения с людьми? Христос не просто садил где-то в синагоге и приглашал людей посмотреть на его чудеса. Он сам шел ко людям. В Иоанна 1.14 говорится, Итак, Иисус стал человеком и жил среди людей. Иисус проводил время с людьми. В Иоанна 3.22 написано, Пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. Иисус жил и везде ходил с своими учениками. Они не только слышали его слова, но и видели его жизнь. Иисус интересовался ими. В Евангелии от Луки 19 рассказывается о его встрече с Закеем. Иисус увидел его и сказал ему, Закей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Иисус не просто учил Закея, но пошел и обедал у него. Иисус не ждал, когда люди придут к нему. Он искал их. В Иоанна 1.43 говорится, Иисус возходил идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, Иди со Мною. Где Иисус завязывал отношения с людьми? Везде. По дороге. Пока шел с кем-то рядом. На свадьбе. В домах у других людей. За пределами города. У колодца. В общественных местах. И так далее. Что же означает для взрослого человека иметь отношение с подростком? Прежде всего, мы можем сказать, что это не значит. Это не значит, что вы ведете себя как подросток. Если, конечно, вы сами не подросток. Ребятам не нужен другой сверстник. Им нужен заботливый взрослый. Также, это не значит, что вы относитесь к ним как контролирующий родитель, который указывает им, что они делают неправильно. Относитесь к ним с уважением. Это также не значит, что вы смотрите на них как на объект проповеди. Я помню, в лагере один лидер всегда носил с собой Библию и любил проповедовать ребятам. Ваши отношения должны быть диалогом и должны касаться не только духовных, но и всех других сторон жизни ребят. Физически, социально, эмоционально и интеллектуально. Мы можем иметь с ними отношения, даже если не видим большого духовного роста. Через наши отношения может действовать Бог. Пожалуйста, не рассматривайте своего подростка как свой проект. Как лидер будьте заботливым взрослым другом. Также важно понимать, что разные ребята тянутся к разным взрослым. Такими нас создал Бог. Вы легче найдете общий язык с одними ребятами, чем с другими. Им не поэтому стоит работать в команде. Должно быть разнообразие взрослых лидеров. И мужчины, и женщины разных возрастов. Разных по характеру и интересам. Также важно знать, что общение бывает разным по интенсивности. С кем-то у нас отношение более тесное, чем с другими. Как у Иисуса кто-то был ближе Ему. Для этих разных типов отношений существуют даже разные слова. Знакомый. Я знаю в лицо. Приятел. Он приятный мне. Он потенциальный друг. Товарищ. Мы что-то делаем вместе. Друг. Он дорогой человек. Он значимый для меня. Близкий друг. Мы любим его. Жизнь готова за него отдать. То, что касается его, касается нас. У лидера может возникнуть ошибочная идея. Что отношения в группе со всеми должны быть одинаковыми. На самом деле, кто-то будет вам ближе, чем все остальные. Как мы уже говорили, это нормально. Важно, чтобы другие лидеры также завязывали отношения с ребятами. И никто не чувствовал себя обделенным. Но что мы можем делать с подростками, чтобы поддерживать отношения, помимо занятия? На самом деле, есть бесконечно много возможностей. Как и где провести с ребятами время. Считается, что девушки любят проводить время лицом к лицу. А мальчики боку-бак занимаясь чем-нибудь вместе. Возможно, это слишком упрощенно. Но некоторым ребятам нравится просто сидеть лицом к лицу и пить чай. А другим делать что-то боку-бак. В конспектах дается разная идея, как провести время с ребятами. Сюда входит и спорт, и музыка, и ремесло, и еда, и так далее. Подумайте, чем вам нравится заниматься. Смотреть фильмы, играть в видеоигры, футбол, рисовать. Предложите подростку заняться этим же с вами. Или подумайте, что вам нужно делать. Подготовить прославление. Сходить за продуктами. Починить что-нибудь. Предложите подростку сделать это вместе с вами. В Америке мы как-то купили старый дом. И нам нужно было сделать капитальный ремонт. Снести старые стены. Нам помогали трое подростков. Им нравилось рушить стены. Я кормил их обедами, и мы проводили время вместе работая. И, конечно, еще одна возможность для укрепления отношений – социальные сети. Исследование показывало, что подростки чувствуют себя ближе с теми, с кем они общаются в социальных сетях. Каждый воскресенье я стараюсь рассылать своими собственными детьми новости о прошедшей неделе. С временем несколько человек уже не в моей семье тоже подключились к нам. Один из них сказал, что хочет попросить свою маму каждую неделю прислать новости, как это делаю я. Итак, есть масса преимуществ общения с ребятами помимо занятий. Однако есть и некоторые опасности. Одна из опасностей заключается в том, что у вас будет недостаточно времени для семьи. Обычно, если у лидера есть своя семья, ему необходимо поставить подростковым определенные границы для общения. Слишком много общения может привести к духовному, эмоциональному и физическому истощению. Вы всегда отдаете и не получаете. Вам нужно служить от избытка сил. Часто, когда человек очень занят работой или общением, прежде всего он теряет время с Господом. Другой проблемой может стать привязанность лично к вам, а не к Богу и церкви. Я знаю одного подросткового лидера, который много сделал, чтобы завязать отношения с некоторыми ребятами из своей группы. Но когда он закончил университет и уехал домой, большинство ребят перестали приходить в церковь. Кроме того, при близких отношениях существует вероятность влюбленности. Я знаю одного лидера-мужчину, который был сильно увлечен симпатичной девушкой из своей подростковой группы. На конференции они подолгу беседовали, у них было много общих интересов. Лидером был я, а симпатичная девушка уже более 30 лет является моей женой. Должен сказать пару, мы не стали только после того, как она уже выпустилась из моей группы. Не все подобные отношения заканчивались так же хорошо, как мои. Для некоторых лидеров сексуальное искушение можно стать настоящей проблемой. Подростки восхищаются лидером и влюбляются в него. Лучше всего, если в группе есть два лидера – мужчина и женщина. Лидеры должны быть очень осторожны в отношении к противоположным полу, чтобы не было флирта или странного поведения. Посланник Фессианам 5.3 говорится, «Блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Итак, что мешает лидерам строить отношения с своими подростками? Обычно есть три причины. Недостаток времени. Мы слишком заняты, а отношения требуют времени. Недостаток смелости. Мы думаем, что мы недостаточно интересны для ребят, или они не хотят общаться с тем, кто не их сверстник. Большинству подростков нравится внимание старших. И третий – это недостаток инициативы. Нам нужно просто делать это. Иисус строил отношения своими последователями, и мы тоже должны это делать. Если это видео было полезным, пожалуйста, нажмите большой палец вверх. И не забудьте посмотреть дополнительные материалы в конспектах о том, как строить отношения. Зайдите на наш сайт ИПС и возьмите бесплатные материалы для вашего служения подросткам. И также ссылки на другие видео из серии «Основы». Спасибо за ваш интерес к подростковому служению. Пусть Господь благословит вас. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok